Ален, скажи, как избавиться от внимания мужчин к моей жене? Последнее время ей просто проходу они не дают. Если твоя жена нравится кому-то еще, это не повод для ревности. Это значит, что ты сделал правильный выбор. Друзья мои, вы смотрите женский журнал «ХХЛ Вуман ТВ». И сегодня с вами Алена Ланская и Глеб Давыдов. Мы начинаем! И сегодня в программе вы увидите. Ужасомания и хобби, связанные со страхами. Один из случаев, который мы исследовали несколько лет назад, это так называемый призрак девочки в красном. Премьера фильма «Губка Боб». Психодел в творчестве. Настоящие ростоманы ортодоксальные, которые живут там где-то в Эфиопии, на Ямайке, они не употребляют марихуану. Полуфинал конкурса «Королева Байнетта». Фигуры потрясающие, очень понравилось. Было на что посмотреть, на самом деле. Секреты звездной мамочки Ольги Плотниковой. Добрый день! Добро пожаловать к нам в гости! Проходите! Официальный партнер программы «Белакт» – это выпуск качественной, натуральной и полезной продукции. Постоянное обновление производства и расширение ассортимента, а также забота о потребителе. Таковы основные принципы корпоративной политики компании, которым предприятие следует с момента своего основания. Дорогие друзья, гости нашей сегодняшней программы – руководитель балета «Радикал Фэшн» Татьяна Щуко. Танечка, здравствуйте! Доброе утро! «Радикал Фэшн» – амбициозный и неординарный проект, созданный в 2008 году талантливым руководителем Татьяной Щуко. В коллективе четыре творческие личности – яркие девушки, каждая из которых имеет свою индивидуальность. Выступая в жанре современной хореографии, пропагандируют свой личный стиль «Радикал Фэшн». С самого начала существования проект славился неординарным подходом к решению творческих задач. Экстравагантность, элегантность и щепетильная проработка деталей – вот их отличительная черта. Начнем наш разговор с того, что поговорим вообще о тебе как основателе балета. Ведь до того, как ты основала балет «Радикал Фэшн», ты еще сама работала за рубежом, это так? Я не скажу, что я работала за рубежом. Я долгое время жила в Москве, скорее вот это такой знаковый период моей жизни, который меня направил, может быть, в каком-то ключе создания проекта. У нас все-таки танцевальный проект «Балет» – это не типичная характеристика нашего коллектива. То есть не совсем балетная, да? Ну, это балет все-таки, это, как мне кажется, немножко устаревшее значение, то есть это актуально было для коллектива 90-х. Весьма пикантным вещам уделим время в нашем сюжете. Чувство страха присуще каждому из нас. Но в наше время есть люди, которые активно с ними борются и даже делают из этого хобби. О таких странных увлечениях и работе смотрите наш сюжет. Мы называемся Уфоком. Существуем мы больше 10 лет уже и занимаемся самыми разными направлениями, связанными с тайнами, загадками. Это и призраки, привидения полтергейсты, и исследования НЛО. Мужчина уверяет, что Минск просто кишит привидениями. И практически в каждом районе есть аномальные зоны. Один из случаев, который мы исследовали несколько лет назад, это так называемый призрак девочки в красном. К нам обратилась женщина, чья мама работала в одном из зданий на Немиге, с которым не было связано никаких легенд. Она увидела призрак девочки в красном. Когда уфологи стали опрашивать людей, работающих там, они узнали, что предыдущий сторож уволился именно по такой же причине. А вот на такую работу, как у нашего следующего героя, согласится не каждый. Работа заключается в чем? Днем я запускаю машины, проверяю. Летом памятники ставят, выезжают, чтобы никто ничего не вывозил. Виталий уже более трех лет работает сторожем на кладбище. И чего только за это время не было. Боитесь или не боитесь? Ну, я в возрасте человек. Что я уже по своим векам ночью увидел. Больше всего на месте работы мужчину пугает памятник ангела. Практически все ночные смотрители наблюдали белую пани, которая сидит возле него каждую ночь. Однако на камеру это говорить сторож отказался. Человек повесился был, висел. Ну, это единичный случай. Он, может, расстроился. Кто я знаю. Не знаю, по какой причине. Однако не обязательно работать на кладбище, чтобы получить такой адреналин. Для этого можно просто поиграть в реальный квест, как и сделали наши герои. Шоумен Артем Островлян и юморист Максим Заяц. Приехали куда-то в центр Минска. И еще пока толком не знаю, что будет происходить. Живой квест — это игра-загадка. Увлекательная реальность, наполненная необычными приключениями и страхом неизвестности. Суть игры — это создание ситуации, как правило, сложная, запутанная с массой опасностей, коварных и двуликих персонажей, шокирующих тайн и загадочных происшествий. Квест-ужасы бывают, как правило, это истории, которые часто можно встретить в фильмах, либо какие-то истории, действительно вызывающие ужас у нас. Ну, например, проснуться в морге вдруг и выбраться из него. Теперь также многие заказывают квесты-ужасы на день рождения. У нас был случай, клиенты заказали частный квест. И парень, которого был день рождения, он любитель очень острых ощущений, и его похищал маньяк. И специально для этого квеста в коттедже, где отмечали день рождения, был оборудован подвал, там парень откапывал манекен, ребенка. Однако наши герои выбрали квест, где главная задача — найти выход из секретной базы. Надо думать, смотреть на все мелочи, то что нет. Да, есть ощущение, что цивилизация какая-то, что что-то взорвется сейчас, вот прям страх какой-то. Да, вступление, вступление. Мне было странно, когда меня били по коридору, я думал, что мне кинут в пропасть. Да, да. И вот громкий голос, это действительно жутко было. Камелот утверждал, что нет ничего могущественнее, чем страхи, и только тот, кто их поборол, может стать непобедимым. Поэтому испытывайте себя и будьте сильными. Таня, каким образом происходит отбор девочек в этот коллектив? Каким образом происходит кастинг? Где ты их находишь? Как можно попасть в твой коллектив? Сейчас мы набираем как можно большее количество. Да, дублерши. Планируются какие-то новые проекты. Постоянно проходят кастинги? Да. Ну, вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, мы провели очередной кастинг. На нем присутствовало около восьми девушек, достаточно профессиональные. Все очень красивые. И стоит вопрос над тем, что... То есть, кого нужно выкинуть, да? Да, на данный момент достаточно много уже появилось как-то незаметно в нашем городе желающих. Не то чтобы коллектив, а претендентов, которые подходят по характеристикам. Потому что до этого очень с этим сложно было. Переключимся на несколько минут на другую тему, и потом снова вернемся в нашу студию. Творчество многогранно и уникально. Творец не похож на творца. И другим тяжело понять, как рождается произведение. Что служит для него вдохновением. Вдохновение все равно не приходит всегда по подсказке. Это не конвейер, и человек не всегда может родить шедевры, и даже не всегда может иногда заставить себя, может быть, написать работу. Современное творчество очень психоделично. Глядя на некоторые вещи, мы задумываемся, как автору пришла в голову эта идея. Можно понимать, что должны быть какие-то средства, которые человека заставляют работать, заставляют, ну, как-то по-другому смотреть на мир. Это начало 20 века, знаменитый напиток, который фигурирует в работах очень многих художников, абсент. Помимо того, что это спиртное, абсент рождал галлюциногенные образы. Однако в наше время все знают и про другую сторону этого напитка, вызывающие эпилептические припадки и привыкание. Именно поэтому во многих странах он запрещен. Еще одна причина странного восприятия мира многих художников были психические расстройства. Например, Михаил Врубель страдал маниакально-депрессивным психозом. Особенно последние его образы демонов, знаменитые, которыми сейчас гордятся все русские музеи, родились у него под влиянием вот этих вот каких-то ненормированных таких внутренних фантазий. В современном искусстве одним из самых удивительных считается течение регги. Бытует мнение, что обязательным атрибутом этой культуры является марихуана. Есть такой стереотип, чего что-то скрывать? Скажем, вот настоящие ростоманы ортодоксальные, которые вот живут там где-то в Эфиопии, на Ямайке, они не употребляют марихуану. По словам исполнителей, дополнительные стимуляторы помогают тем, кому нечего писать. У действительно творческой личности вдохновение вызывают совершенно другие вещи. У меня дочь родилась два года назад. Вот у нас вышел четвертый альбом «Делай свое дело недавно». Большинство текстов с этого альбома я написал вот как бы в том состоянии. Мы решили спросить у ученых, как это работает. Как химические препараты заставляют создавать шедевр? Клетки, которых несколько сотен, сотни или две сотни миллиардов в мозге, передают друг другу информацию с помощью вот как раз сигнальных молекул. И эти препараты являются одними из сигнальных молекул, или даже теми, которые как бы подгоняют остальные сигнальные молекулы, лучше передавать информацию от одной клетки к другой. Неудивительно, что после действия препарата эмоции угасают. Но тяга повторить их рождает зависимость. Ученые нашли альтернативу. Воздействие холодной воды. Вот вода низкой температуры, которая применяется в качестве как обливания душ или из ведра водой холодной, лед в проруби, раздражает множество рецепторов, которые способствуют выделению в мозге препаратов, очень похожих на те, которые он уже сам мозг выделяет, похожи на те, которые добывают из растений или из других каких-то элементов, или синтетически синтезируют. В организме выделяются вещества, похожие по структуре на морфий. Также на нас действуют кофе и шоколад. Наверняка в вашей жизни тоже есть много здоровых и радостных поводов испытать вдохновение. Именно они самые ценные. 14 февраля клуб Дозари в День всех влюбленных представляет незабываемое шоу при участии легенды 90-х. Певец Headway и его хит War is Love, разрывающий и по сей день танцполы. Это лучший подарок для всех влюбленных нашей страны. Headway в Дозари. Танечка, ни для кого не секрет, что Radical Fashion уже успешно копирует. Причем копирует не только у нас в Беларуси, но уже и за рубежом. Как ты вообще к этому всему относишься? Ну, не очень положительно. Я сама не копирую. Мы очень сосредоточены на том, чтобы все было оригинально, чтобы не было никаких, так скажем, съемов, движений или костюмов, или идеи даже. Очень мне неприятно, когда я вижу это, тем более, копирование с нас. Слушай, но ведь это говорит о популярности только. Да, это говорит, возможно, о популярности. Мне многие мои друзья об этом говорят, и вообще люди таким образом успокаивают, что ли. Но сейчас я более спокойна. Но, тем не менее, мне не совсем понятна эта позиция, ведь это наш продукт. Следующий обзор также будет весьма содержателен. На экранах вот-вот появится фильм в 3D о легендарном герое. И сегодня главные роли персонажей «Пирата» и «Губки Боба» примерят на себе певец Виталий Воронко и комедиант Николай Драчинский. Дядя Виталий, дядя Коля, а поиграйте со мной в «Спанч Боба». «Спанч Боба»? А, это тот, который квадратный сновый. Да-да-да, там еще пират. Пират был такой вот с крюком. О-о-о! Недавно во время акустического сканирования дна океана ученые записали звук, доселе неведомый человеческому уху. В фильме «Злобный пират» крадет волшебный рецепт блюда у самого владыки морского Нептуна. Эта книга осуществит любой мой план, но в ней не хватает одной страницы. Ее прячет один супергерой. А именно «Губка Боб» – всемирный любимчик, обитающий на дне океана. «Вперед!» «Он будет петь только через пару минут!» «А, он прямо на дне!» «Крабсбургер!» «Мне, мне Крабсбургер!» «Крабсбургер!» 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 «Если все съесть, энергии хватит на кругосветное путешествие!» «Крабсбургер!» «Когда же они переварят сахар?» «Губка Боб» оказывается в центре забавных событий, но в итоге находит способ решить проблемы и найти пирата. «Крабсбургер!» 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 «Он там!» «Это мой рецепт!» «Ну вот, стоит только понервничать!» «Чтобы покончить с суперзлодеем, надо стать супергероями!» «Давай!» «Спань-по!» 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 «Я!» «Мальчики явно в форме!» «Наверное, ходят в качалку!» «А сейчас будет Боба!» «О!» «Нездорово!» «Губка Боб!» «Патрик!» «Говори со мной, друг!» «Я вижу яркий свет!» «Так лучше!» «Намного!» «Спасибо!» «Губка Боб!» «Скоро в кинотеатрах» «Классно!» «Весело с вами было!» «Но давайте все равно сходим в кино!» «На 3D?» «Да» «Пойдем!» «Сложно ли руководить женским коллективом?» «Ведь у каждой девушки свой характер, свои нравы, свое поведение» «Смена настроения» «Как ты вообще умудряешься вот уже много лет руководить женским коллективом?» «Ну, честно говоря, вот в такой категории рассуждая, да, вот именно женским коллективом, абсолютно не сложно» «Мне повезло и, возможно, какая-то моя внутренняя интуитивная часть, да» «Я подбираю девочек коллектив достаточно разумных, достаточно мудрых для своих лет» «И они все, в первую очередь, хорошие люди» «Поэтому самое простое в моем коллективе – это мои девочки, которые всегда поддерживают и меня, если сложно, и помогают мне» «Радикальных и очень острых тем коснемся в следующем нашем специальном расследовании» «Взрыв эмоций, невероятная борьба и море позитива» «16 красавиц сразились за билет в финал конкурса «Королева Байнета» «Генеральным партнером» выступила торговая марка «Джиэнел» от фирменного магазина «Королевство меха» «Хосбус, на самом деле, получил большой ажиотажем на портале Большое количество звающих голосуют, девушки с собой ругаются, спорят, кто они лучше» «Такого формата конкурс у нас еще впервые проходит» «Специально не просматривали до этого, дабы увидеть их во всей красе» «Я уверен, будет красиво, весело, будет много призов и подарков» «Между девушками развязалась нешуточная борьба» «Каждая оказалась здесь не просто так» «Я пришла участвовать в конкурсе на спор, и если я стану победительницей, то я выиграю новую машину» «Хочу доказать своему мужу, какое счастье он потерял» «В данном конкурсе я пришла встретиться лицом к лицу с одной из участниц» «И наконец-таки в равном бою увидеть, кто лучше и кто красивее» «На какие жертвы только не шли конкурсантки ради заветной победы» «Ради конкурса я перекрасилась из блондинки в брюнетку» «Во время репетиции сломала каблу, в которых должна была выйти на показ» «Но одна добрая девушка доложила мне свои туфли» Действительно, подготовка кипела полным ходом «С этим тональным кремом у тебя получается идеальная кожа лица» «Всегда пользуйся им не только на конкурсах, но и в повседневной жизни» «Наша задача была создать очень яркий запоминающийся образ, при этом подчеркнуть природную красоту девушек» «Наличие меха – признак вашего успеха» «К показу шуб магазина Королевства меха девушки готовились основательно» «Ну как тебе?» «Шикарная шубка» «Примерка дала о себе знать на подиуме» «Все шубки были не только по душе, но и по плечу» «Мех – это неотъемлемая часть королевского образа» «И именно шубы Королевства меха прекрасно дополнили девочек» «Теперь каждая девушка действительно выглядит королевой, выглядит роскошно» «Я надеюсь, что победит девушка в той шубе, которая больше всего нам нравится в этой коллекции» «Пикантности конкурсу добавил показ белья от магазина «Роза Сальвантика» «Очень тяжело судить о красоте» «Красота у каждого своя индивидуальная» «Все девушки красивые, и каждая по-своему» «Такая красота сразила наповал не только живых» «Кладки, руки, все ожило» «Хочется снова стать живым и гулять с какой-нибудь красивой девушкой по кладбищу ночью» «Градус вечеринки повысило мужское эротик-шоу «Роял Даймондс» «Отличное было белье у девушек, фигуры потрясающие, очень понравилось, было на что посмотреть на самом деле» «Партнеры мероприятия, представители магазина «Одежда и тенденция» также были впечатлены участницами» «Очень понравилось это мероприятие, оно очень зрелищное, красочное, девушки каждая поражает своей индивидуальностью» «Все девушки были талантливы, но очень часто все, кто не выбрал, но это есть конкурс красоты» «В финал прошли 10 девушек, кто в итоге станет королевой Байнета, узнаете в следующем выпуске» «Танюша, расскажи, какие планы на будущее, что нового у вас появится» «Да, мы сейчас на самом деле на очень важном этапе изменения концепции, изменения отношения вообще к нашему творчеству» «То есть петь начнете?» «Нет, мы петь не начнем, возможно, будут какие-то элементы философской мысли, скажем так, я это называю, но заниматься не своим делом все-таки не хочется, мы не пойдем по этому пути» «Скорее будем доказывать то, что танцевальный проект также может быть самостоятелен и также может быть основным, так скажем, действующим лицом и единицей на сцене, как и вокалисты» «Все сюжеты программы вы сможете посмотреть и скачать на сайте Lady2by. Мы же добавим немного перца в нашей программе» Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Звездные мамочки». Следующая наша героиня – мама сына и дочки Ольга Плотникова Добрый день! Добро пожаловать к нам в гости! Проходите! Нас встречает певица, ее муж и по совместительству продюсер Геннадий Маркевич и дочь Алина. А вот четырехлетний сын Даник был в саду Ну вот, собственно, мы и в нашем рабочем кабинете. Здесь мы не только поем песни и записываем, но и репетируем вместе с Алиной, занимаемся музыкой Дети растут очень творческими. Дочь Алина учится в музыкальной школе и вокальном коллективе и уже активно выступает. Она неоднократно выходила на сцену с родителями. Пойдет ли она по их стопам? Дело в том, что раньше мы как-то так категорически были настроены против этого, потому что мы знаем как плюсы нашей профессии, так и минусы и все подводные камни. Но дело в том, что дети настолько музыкальные, что не дать им то, что мы сами умеем, мы не имеем права. Наверное, потому что на семейной полке славы наград Алины не меньше, чем у родителей. Недавно мы с мамой выступали в детском доме, и нам там за выступление подарили вот такие вот деревца. Это дети делали своими руками из бисера. При этом Ольга очень требовательная мамочка. Ритмически все очень четко. Не зависаем на этих нотках. Хорошо не размазываем. На-на-на-на-на-на-на-на. Мы, конечно, разгильдяи родители, но вместе с тем мы и строгие родители. Я требую от своих детей очень многого. Я требую от них чистоты, порядка, тишины. Есть еще один член семьи, не совсем живой, но очень ценный. Герман, так называемый. Ну, кто-то, кто смотрит сериалы, тот нас поймет. И имен может быть много. Алина, кто у тебя самый вредный мальчик в школе? Миша. Миша? Миша, погоди, да? Ну, Миша, на, Миша, на. Ольга очень ответственная мама. В ожидании детей она строго относилась к своему питанию и образу жизни, а потом и к питанию дочки. Дети появились, когда мы уже, в общем-то, были довольно взрослыми людьми. Это не 18, не 17, не 16 лет, когда ветер в голове и когда хочется гулять. Отец Геннадий Маркевич гордится тем, что у него есть и дочка, и сын. Но неожиданно открылось, что в семье могут появиться еще и близнецы. Ну, сейчас мы мечтаем о близнецах, желательно разнополых. Я первый раз слышу. Как скажешь? И в заключении быстрый рецепт от семьи Ольги Плотниковой и Геннадия Маркевича. В нашей семье обычно блины, причем мы с Алиной, правда, Алина? Ну, папа же главный. Да. Все привыкли, что смеси это идут для детей. На самом деле, из них можно печь вкусные блины. К стакану воды добавить 9 ложечек смеси, взбить одно яйцо, плюс 5 столовых ложек муки и пару ложек сахара. Тяжелая работа. Тяжелая, тяжелая. Из полученной массы печем блинчики. На самом деле, целое лето практически они проводят с Даником на даче у бабушки и дедушки, собирают ягоды. Смородина, потом малина, а потом из этих ягод бабушка с дедушкой варит варенье. Сегодня мы познакомили вас с семьей Ольги Плотниковой. Следите за дневниками звездных мамочек в нашей программе «Каждое воскресенье» на канале «Беларусь-1». Официальный партнер программы «Белакт». Танец – это физическая нагрузка, которая укрепляет все тело и страсть, которая наполняет всю душу. Танюша, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Были очень рады тебя видеть, ну и надеемся, не последний раз. Спасибо. Вы смотрели женский журнал «ХХЛ Вуман ТВ». Увидимся на следующей неделе. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok